Здравствуйте дорогие друзья, с вами как обычно по понедельникам Глеб Задой и это видеопрогноз на предстоящую торговую неделю. Традиционно мы начинаем с небольшого обзора новостей. На моем канале на прошлой неделе вышло видео о том, как симпатичная девушка обманула трейдера. Друзья мои, очень распространенная схема мошенничества сейчас появилась на финансовом рынке. Обязательно посмотрите это видео, я думаю будет вам полезно и интересно. На канале Миллионеры Струщоб вышло видео про то, где у нас в стране грузчикам платят по 200 тысяч рублей. Так что если вам интересно, где грузчикам платят по 200 тысяч рублей, то обязательно посмотрите это видео. Очень много вопросов от вас про курсы обучения, про индивидуальные курсы, про групповые курсы и так далее. Друзья мои, все ссылки на все обучающие курсы есть на сайте ao24.io. Ссылку на этот сайт я оставляю обязательно в описании к этому видео. Итоги конкурса, который мы анонсировали в конце прошедшей недели, точнее в начале прошлой недели, мы подведем в конце сегодняшнего видеоролика. Ну а теперь мы переходим к событиям рынка финансового. В понедельник день моря в Японии и выходной день соответственно. Во вторник нас ожидает публикация протокола заседания по денежно-кредитной политике в Австралии. Данные по рынку труда в Великобритании, индекс Зю в Германии, будет выступать глава банка Англии господин Карни, будут опубликованы розничные продажи в США и выступает глава ФРС господин Пау. Так что вторник, в общем-то, такой достаточно день насыщенный на фундаментальные события. В среду нас ожидают данные по инфляции в Великобритании и в еврозоне, ну а в четверг данные по рынку труда в Австралии и розничные продажи в Великобритании. Мы тем временем переходим к валютным парам. Начинаем мы с вами с валютной пары евро-доллары. Евро на недельном графике формально снижается, хотя опять же подчеркну, имеет все шансы на разворот наверх. На графике D1 мы находимся в рамках восходящего канала. В рамках графика H4 мы здесь попали в такой боковичок, обратите внимание, собственно, выход из которого может определить дальнейшие перспективы валютной пары. В общем-то сейчас пока здесь какого-то четко выраженного тренда нет. Ключевым сопротивлением для евро-доллара выступает отметка 1.13100, далее 1.13500 и 1.14 ровно. Ключевая поддержка 12.600, далее 1.12200 и 1.11900. Скользящие среди на недельном графике снижаются, на графике дневном снижаются, на графике H4 начинает потихонечку разворачиваться наверх. Индикатор RSI на графике недельном, оба в нейтральной зоне, график D1, 13-й нейтральной зоне, тройка в зоне перекупленности и на графике 4-х часовом. Здесь у нас 13-й пока еще в зоне нейтральной, вот тройка уже зашла в зону перекупленности. На прошлой неделе была рекомендация покупать пару вот в этом диапазоне обозначенном нами, в диапазоне 1.11900 до 1.12200. Все, собственно, кто воспользовался, друзья мои, большие молодцы. Идея себя очень неплохо реализовала и в целом сейчас, как мне кажется, неплохая возможность есть для выхода из этих позиций. То есть, если вы покупали, ну, скажем, где-нибудь даже в середине этого диапазона, в районе отметки 1.12, то сейчас на текущий момент порядка 700 пунктов прибыли есть. И, опять же, возобновляю я вот эту вот историю с диапазоном. Выход из диапазона, который сейчас вы наблюдаете на экране своего монитора, собственно, определит, как мне кажется, дальнейшие перспективы валютной пары евро-долларов. В моменте я не вижу здесь никаких сигналов ни к покупкам, ни к продажам, кроме вот этого восходящего ценового канала, собственно, который скорее всего все-таки продолжится. Поэтому выход из этого диапазона все-таки я жду скорее наверх, чем вниз. То есть, можно сейчас, допустим, зафиксировать ранее открытые покупки и, соответственно, после выхода этого диапазона снова присоединиться к быкам по валютной паре евро-долларов. Переходим мы к британцу. Британец на графике недельном снижается, на графике дневном здесь находится он в таком расширяющемся боковом диапазоне, довольно широком. На графике H4 мы начали расти по британцу, ключевым сопротивлением для пары выступает отметка 1.26, ровно далее 26.700 и 27.600. Ключевая поддержка 25.200, 24.800 и 24.300. Скользящие средние на недельном графике снижаются, на графике дневном снижаются, на графике H4 также снижаются. Индикатор RSI на недельном графике 13 в пограничной зоне международной и нейтральной зоной перепродности, тройка в зоне перепродности. На графике D1 у нас продолжает формироваться конвергенция, собственно отработку которой мы сейчас с вами потихонечку уже наблюдаем. И на графике H4 здесь у нас 13 в зоне нейтральной, тройка зашла в зону перепроданности. Итак, рекомендация покупать в районе 25.200 повторная уже рекомендация здесь покупать себя в общем-то не оправдала, но зато себя очень круто показали покупки в диапазоне от 24.300 до 24.800. То есть, если вы зацепили здесь минимумы, то на пике было более 1000 пунктов прибыли. Да, по поводу пунктов. Несколько видел комментариев под предыдущими моими видеопрогнозами, что как же так, где же там 1000 пунктов. Друзья мои, я пункты считаю по 5 знаком после запятой. То есть, соответственно, если вы привыкли к 4-значной системе котирования по евро, по фунту, ну, соответственно, делите просто на 10, да, и это не 1000 будет, да, а 100 пунктов. Мне привычнее по 5-знакам считать по последней цифре после запятой в метатрейдере. Итак, что касается рекомендаций по фунту. Вообще, в целом, хочу сказать, что у британского фунта он находится под очень большим давлением. И дальнейшие какие-то попытки его укрепиться могут закончиться новыми распродажами. Мы видели, как уже на прошлой неделе в конце прошедшей пятидневки мы отбивали здесь отметки 38,2 по ФИБО от последней волны снижения. Я думаю, что где-то в диапазоне, соответственно, от 50 до 61 уровня по ФИБО НАЧО, это уровни будут немножечко смещены. Относительно нас, что здесь не 26, не 26,700. Давайте на 26,500 переставим. Где-то вот в этом диапазоне, даже от 26,100 до 26,500, в этом диапазоне можно открывать сделки на продажу, если, соответственно, будет подъем туда. И, соответственно, там же фиксировать вот эти вот ранее открытые сделки на покупку в диапазоне от 24,300 до 24,800. Ну, соответственно, если вы эти покупки еще держите. Вот эту историю мы, разумеется, удаляем. Так что продолжаем держать покупки. Ждем коррекции пары вверх. После этой коррекции уже будем открывать новые сделки на SEL. Очень маловероятно, конечно, на всякий случай поставлю бы, если будет пробой 26,500, а лучше даже 26,700. В этом случае придется переворачиваться и вставать на покупку. Переходим к австралийцу. Австралийц на графике недельном находится у нас в боковике, на графике D1. Австралийский доллар также находится в достаточно широком боковом диапазоне. На графике H4 мы довольно уверенно растем. Ключевое сопротивление здесь это отметка 0,7050, далее 0,7070 и 0,71 ровно. Поддержки 72,70 ровно и 69,500. Скользящие средние на графике недельном снижаются, на графике дневном снижаются. На графике H4 скользящие средние растут. Индикатор RSI на графике недельном 13 в зоне нейтральная тройка в зоне перекупленности. График D1 аналогичная ситуация по 13 пока еще в зоне нейтральная тройка в зоне перекупленности. График H4 здесь уже оба индикатора у нас располагаются в зоне перекупленности. На прошлой неделе мы пробовали с вами в очередной раз зайти на покупку в районе 69,600. Покупка это себя, к сожалению, не оправдала. Уровень был пробит, но зато очень удачно себя начали отрабатывать те рекомендации, которые были нами даны на покупку в диапазоне 69,100 до 69,400. Собственно, те, кто вот здесь вот прикупил, ну, в общем-то, мне кажется, что дальнейшие здесь какие-то комментарии излишние. Пара, в общем-то, очень здорово от этого диапазона отстрелила наверх. И текущий диапазон, в котором мы сейчас находимся, это диапазон от 70,200 до 70,500, очень хорошо подходит для открытия сделок на продажу. Поэтому присматривайтесь здесь к открытию сделок на селл и, соответственно, дожидаемся очередного снижения пары. Я думаю, что теперь мы будем ждать снижения куда-нибудь в район отметки 0,69,600. Здесь у нас как раз отметка 61,8 по FIBA от последней волны роста. И, соответственно, в районе данного значения можно будет опять, как бы нам зацепить-то вот эту стрелочку замечательную. Никак не хочет. О, выцепил. Удаляем. И, соответственно, вот здесь вот можно будет тоже открывать сделки на покупку, если пара сюда у нас снова занырнет. 0,69,600. Что касается более ранних покупок, ну, можно, конечно, присмотреться к покупкам. Мы там в районе где-нибудь 69,700, может быть 69,900. Ну, тогда давайте округлим до 0,70. Но это будет более четко понятно после того, как пара нарисует максимум. Пока где этот максимум будет, не совсем понятно. Переходим к доллар-иене. Доллар-иена у нас с вами на графике недельно снижается. На графике дневном растет. На графике H4 снижается. Скользящие средние. Так, стоп. Уровни поддержки сопротивления забыли, да? Ключевое сопротивление по паре это отметка 108,500. Четыре уровня здесь я не переставил. 108,500 ключевым уровнем сопротивления для пары является. При пробое данного значения мы вновь устремимся к отметке 109 ровно. И следующей целью для роста у нас может стать отметка 109,700. Ключевая поддержка 107,700, далее 107,200 и соответственно 106,800. Скользящие средние на графике недельном снижаются. На графике дневном снижаются. На графике H4 снижаются. Индикатор RSI на графике недельном. Оба в пограничной зоне между нейтральной зоной перепроданности. Здесь нет никаких на данный момент конвергенций таких. Хотя почему конвергенции уже в общем-то есть. Пускай не такая уж она прям явно заметна. На часе очень хорошо она просматривается. Есть конверт, друзья мои. Те, кто продавали пару в районе 108,500, выбили у нас эти продажи. Причем мало того, что выбило продажи. У нас был сигнал на покупку, на котором мы зашли. Единственное, что здесь конечно был дивер, который мог остановить в покупках. Я надеюсь, что вы на этот дивер здесь разглядели. Если нет, то скорее всего покупки пришлось закрывать с отрицательным результатом. И сейчас в текущей ситуации я бы рекомендовал присматриваться к покупкам очень аккуратненько с отметки 107,700. Можно подбирать пару. И соответственно учитывайте, что при пробое данного значения у нас появляется шанс на снижение в этот диапазон к нашим минимумам, которые были зафиксированы. Получается где-то в середине, не в середине, а в конце июня. Вот этот диапазон мне еще больше нравится для покупок, но есть сомнения, что до этого дотянутся. Поэтому лучше покупать не в середине этого диапазона, не на нижней границе, а где-нибудь в районе 107,200. Ну и соответственно при пробое 107,700, если будет пробит этот уровень и будет соответственно у нас там еще запас для входа вниз, можно будет открывать сделки на продажу. И переходим к биткоину. Биткоин в общем-то разочаровывает криптоинвесторов своим падением, которое началось у нас в середине прошедшей недели и продолжается в начале недели текущей. На недельном графике биткоин по-прежнему пока растет. На графике D1 мы находимся в боковике, причем здесь, обратите внимание, формируется такой достаточно большой треугольник. Может быть и что-нибудь из этого треугольника выйдет. На графике H4 мы снижаемся. Ключевое сопротивление 10700, далее 11200 и 11700 долларов за один биток. Ключевая поддержка 10 тысяч ровно, далее 9500 и 9100. Вот эта вот покупка, которую мы с вами ранее рекомендовали, себе замечательнейшим образом отработала. Ее мы уже, соответственно, здесь с вами убираем. Просто прекрасные результаты были. И, в общем-то, продажи рекомендованные мной в районе 13200. В общем-то, никаких комментариев не требуют. В общем-то, упали мы очень сильно. 3200 долларов мы могли заработать, если продавали вместе со мной в районе отметки 3200. На этом идею данных продаж мы целиком и полностью закрываем. И в текущей ситуации, как мне кажется, с учетом того существенного падения, которое мы видели по битку, я думаю, что можно покупать. Покупать можно даже в районе текущих цен. Собственно, открывать сделки на покупку. И здесь, помните, будет точно такая же история, как у нас была вот здесь вот на пробое уровней, на пробое треугольника вниз. Там треугольник мы еще ранее, помню, рисовали. Если будет уверенный пробой на дневном графике отметки 10 тысяч долларов, то в этом случае это будет продажа. Это важный психологический уровень. Но обратите внимание, пробой должен быть на неделе. Вот как было здесь. На H4 пробой был, а если мы переходим на график D1, никакого пробоя, соответственно, нет. Поэтому 10 тысяч, 10, там, 300, пускай даже сейчас можно покупать. А при пробое на дневном графике отметки в 10 тысяч ровно переворачиваться и вставать на продажу. И покупки сейчас открывайте с осторожностью, потому что явных сигналов на покупку в данный момент нет. То есть мы берем просто важное, круглое значение, важный психологический уровень, как идею для открытия сделки. Но мы переходим к итогам розыгрыша. Собственно, сейчас по вашим комментариям мы выберем трех счастливчиков, которые получат 80% скидку на ежедневные торговые сигналы на сайте ао24.io. Итак, погнали. Собственно, нужно было поставить лайк, написать любой комментарий. Поскролим вниз, останавливаемся. И Хант у нас получает 80% скидку. Хант, я вас поздравляю. Мотаем дальше. Стоп. И попадаем мы на Рината Геляжева, который также получает 80% скидку на ежедневные торговые сигналы. Ну и давайте еще раз проскоролим. Стоп. И попадаем мы так. Опять Ринат Геляжев. Давайте вверх промотаем. Стоп. И опять Ринат у нас попадает. Мотаем вверх и останавливаемся на Андрея Провада. Андрей Провада, я вас поздравляю. Вы получаете 80% скидку на ежедневные торговые сигналы. Друзья мои, чтобы поучаствовать в наших розыгрышах, обязательно поставьте под сегодняшним видеопрогнозом, который вы сейчас смотрите, лайк. Напишите любой комментарий. Чем больше комментариев вы напишите, тем больше шансов у вас на победу. И в следующем видеопрогнозе мы еще раз разыграем 80% скидку на ежедневные торговые сигналы. Все ссылки полезные в описании к этому видео. С вами был Глеб Задоя. Всем успехов в торговле. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, участвовать в наших конкурсах. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok